Добрый вечер. Начинаем нашу программу в рамках выставки «Три цвета правды», посвященной вопросам гражданской войны и осмысления ее, современного осмысления. Представляю вас, внешним директором. Это Армен Суматович Гаспарян, радиоведущий, историк, публицист, специалист по делам движения миграции, специалист по вопросам работы спецслужб, достаточно известный человек. Спасибо большое. Я, вероятно, нарушу некоторую традицию, которую осуществлю в прекрасном музее. Я буду с вашим позволением наступать в сторону. Я долго думал, как начать. Что мне вам сказать с самого начала. Но вспомнил, что я буду о чем-то вам говорить спустя сто лет и два дня после расстрела Николая Второго. Мне кажется, это принципиально важный момент для осмысления. Вообще всего того, что происходит. И вот с этого хотелось бы мне начать. Те, кто постарше, наверное, вспомнят достаточно популярный в Советском Союзе, ну, несмотря ни на что, романс «Загибриде лампадку» или «Белую божью сучу». Государь-император Павел Павлов Ру расстрелян, наследник престола российского отдан во власть палача. Создатели этого фильма получили премию в Комитет государственной безопасности СССР и создали плюс один дополнительный миф. Вот про эту абсолютно белую деграцию, про белый монархизм. И даже в чем-то это сродни тем тезисам, которые прозвучали два дня назад. Про всеобщее покаяние, про измену и так далее. Надо идти, давайте в сторону на нескольком гнониме фигуру самого Николая Второго. Расстрел детей, что это было? Это добродетель? Это необходимость революции? Или это чудовищное преступление? Я не требую ни от кого из вас сразу ответа. Давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. А что Николай Первый, ну Николай Второй, простите, он был первым государем, который пал жертвой заговора в нашей стране? Нет, конечно. Вроде нет. Павел Первый, если мне не изменяет память, граф Палин, граф Панин, Леонид Пеннингсон, накинулись на помазанника Божьего, как мужички на конокрадах, да и по истоптали его потом фунтовой табакеткой, да весом. Ну что у нас тогда получается, что его сиять можно, а большевикам нельзя. Или какая-то есть принципиальная разница в том, что происходит. Обычно, когда этот вопрос выглывает, либо на публичной встрече, либо на выступлении, неизменно говорят, ну вот террор, он был красным, он был белым, тысячи жертв, и не надо выпячивать одну, давайте помнить про все. В принципе, мысль не лишенная смыслом, действительно. Помнить надо про всех. Вот у нас в Великой Отечественной войне 27 миллионов, по-моему, 790 тысяч погибших. Нет, пожалуйста, они меньше, меньше. С учетом эмиграции, с учетом погибших от болезни, от бунда, немного, 12 миллионов человек, 12, это потери нашей страны, населения. Вот нам с вами предлагают сравнивать масштабность террора, качество этого самого террора. То есть призывают вот в суммом остатке к чему? Вот мы находимся с вами в столетии, в Белии Собуте, в Белии Коктябрьской социалистической революции, гражданской войны. Вот что мы о них знаем? Знаем, что погибших. Знаем, что были макар, следопыт, неуворимые мстители, штабский патановички, капельские части, мы под барабанной бой жили Чипаевку. А что еще мы с вами знаем о тех событиях? И выясняют, что почти ничего. Мы живем в удивительную эпоху. Вот правда. Открыт архив. Опубликованы сотни сборников документов. Но вот что, какая интересная, да, очень интересная. Макар следопыт, как символ гражданской войны. Или же неуворимые мстители. За что они сражались? За то, чтобы не было буржуев. Кто такие буржуи? Это что, это буржуа в переводе с французского, сирич, горожанин? Вот за это они сражались. Ну, достаточно странно, если мне понять, не знаю, города в эпоху Советского Союза росли наоборот. Они сражались за свою миги. Красные. За что сражались белые? Ну, у них тоже была какая-то своя идея, наверное, да? Не реставрация монархизма, потому что 0% монархистов там думал. Да, были поклонные организации, да, они старались. Но это не критическая масса. За что сражаются белые? Белые сражаются за единую великую неделимую Россию. А красные сражаются за принципиально новую. У тех, у других есть идея. Те и другие любят свою родину. Ну, по крайней мере, я ни от кого не слышал, что кто-то из противопорщих лагерин презирал Россию как-то кому? Не борься со своими делами. Используя примерно одинаковые средства. Вот говорят, у белых была помощь антаркта. И ведь не поспоришь, была. Ну, до тех пор, пока мы с вами цифры не начнем смотреть. Кто помогал? Как помогал? Кому помогал? Что из этого вышло? Ну, а что? А у Красных не было помощи? Никакой? Это очень сложный вопрос. Вот давайте посмотрим мемуары. В конце концов, победители написали свою историю гражданского. Они очень жаловат, что ее никто не читает. И он и египет. Прославнейший человек первого лета советской власти. Красный командир. Ну, правда, из породы пацифистов. А вообще для Красных командиров свойственных пацифистов. То есть они в Первом мировой, нет, они не воевали. Они все были по состоянию здоровья где-то. На фронте нет. Вот и он и египет. За золото нанимает китайцев. И золотом расплачется. Подробнейшим образом все это описано, кстати, о воспоминаниях. И, кстати, Никита Сергеевич Хручев, он это переиздал все. А то бы это была такая же библиографическая редкость, так как китайского превосходительства. Все вроде как меморы есть, а вроде как их нет. То есть вы в книжный магазин зайдете, вы там и найдете, их нет. Они не существуют. В библиотеке, да. Кто из вас в последний раз был в библиотеке? Ну, за исключением студенческих, какого-то, эфератор писали. Кто серьезно ходил и смотрел что-то? А венгры-то кто? Ну вот кто такие венгры? Вот какие интересы у матьяров, у под вороныша? Они что, были гражданами, подданными российскими передними? Чем венгры под воронежем отличаются условно от англичан по-минутанскому? Ну, так есть. Вот. Уберем сейчас в сторону идеологии. Вот чем? Ну, и те, и другие пришли сюда воевать. Убивать наших с вами дедов и прадедов. Да, у них принципиально разные идеи. От этого, что пули становятся меньше на миграх, да. Или, может быть, эти пули не попадают в наших с вами дедов и прадедов. Сейчас я знаю, это латыши, да. Там... Латышки и стрелки. Нет, нет, нет. Боже, боже, поясни. Не право. Латышки и стрелки вообще один эти. Кстати, с латышки и стрелками тоже не все так. Была так, потому что именно латышские стрелки устроили самое громкое покушение на Ленину. И были членами Сайенковской организации. Вопрос об этом в Советском Союзе было не принято говорить. Сайенков сам по себе, и эти сами по себе. Ну, а вот Латвия. Культ легионной СС. Это плохо. А вот скажите, когда в 1967 году в Риге выходит книга роль латышских дивизий в разгроме Деникинских банк. Это хорошо или плохо? Ну, у Латышин, а вот Малюка, если мне не изменять память, то есть, как бы, состоят на государстве, как-то себя, как-то стараются силы, как-то взрывы. Вдруг московские директивы Деникина латышские стрелки. И я ни в коем случае не говорю о том, что они хорошие, другие и плохие. Я говорю о том, что они плохие. Я говорю об осмыслении событий. Сто лет это очень хорошие сыни. Я не знаю, а кто я, вот, например, право участие в этих событиях. Наверное, спустя сто лет мы с вами имеем право задать самим себе вопрос, что это было, как развивались события. Сто лет это очень хорошая отметка для того, чтобы не выносить вердит. Мы с вами не судьи. И участники событий давным-давно уже у нас уложили. Сто лет это хорошая отметка для того, чтобы поразвышлять с гражданской, с философской, с исторической точки зрения. Вот что это было за события? Это хорошая дата для того, чтобы назвать героев герой, наверное, а военных преступников военными преступниками. Это хорошая дата в конце концов для того, чтобы ответить себе на невероятно простой вопрос. А что двигают люди? Вроде этого не происходит. Удивительно. нас с вами как будто бы эта история вообще не очень интересует. У нас с вами есть модель. У нас с вами есть события Второй мировой войны. В нашем случае Великой Отечественной. Что было в гражданстве? Да кого это интересует? Мы даже с вами, наверное, не все можем сказать, а что сначала было? То ли эти дни не смолкнет слава, не померкнет, никогда партизанские отрады брали города, то ли из Румынии походом шел дроздовский слава богу. Два марши написаны на мотив марша сибирских стрелков. Первый использовали красный на востоке России, второй использовал дроздовский девиз. То есть, по сути, получаешь, что у них или у других одна и та же песня. Слава разная. Просто написал показ написал музыку просто. Ну почему, если музыка, я же по словам говорит, музыку мы не трогаем. Музка, да, матч сибирских стрелков. Вообще, если так вот глубоко копать, вот что мы с вами вынесли со школы, с опыта какой-то своей там, общественной жизни, гуманитарной. Красивый дух интеллигенции. Это брендовые фразы, я не знаю, действительно красивый дух. И только, наверное, самые попыдные знают о том, что братья Васильевы, знаменитые советские режиссеры, замечательные, славно, они же сняли то, что видели сами. Только они сняли не капельцев, они сняли марковцев. Поэтому такая форма, черная с белым. Братья Васильевы, участие в гражданской войне на юге России, вот они что видели, то сделали. Заметь, сколько лет прошло, а образ капельцев части под барабан, он же есть и жилых. Ничто не способно поколебать наше с вами детское и юношеское представление о гражданской войне. «У нас с вами эти события вызываются неизменно богатый такой детский восторг. я еще умру, умру на той единственной гражданской комиссарой пыльных шлем ослоняться молча надо мной». «Очень обвиняю». На другой держали слов слова «И к грядущему поколению этих белых войн за освобождение России я посвящаю эту книгу. Пусть она озаряет им путь, но тоже не менее романтичен. Гражданская война это вовсе не штабс капитана овечки, произносящий ничего не поняли Валерия Михайлович. К сожалению, для этой роли вы не дросли. Гражданская война это вовсе не легендарный советский фильм «Первая война». Желаю гражданской войны. Это вихрь смерчи, пожаров, расстрелов, порок, заложников. Это разрубленные шашки надовые тела. В лихих кавалерийских антарках, в не менее лихих корабльных экспедициях. Это прутнутые насквозь тела штыком Мосинской трехлинеечки. Это раскроенные упаятки нога на подбородке. Это жесточайшая психологическая травма. И в конце концов это смерть. не какая-то эфемерная, а смерть наших с вами дедов и правилов. Вот это вот гражданская война. А нам все время предлагают ее романтизировать. Да, конечно, большую роль в этом сыграл советский кинематограф. Но те, кто постарше, прекрасно помнят, наверное, замечательный сериал отхождение по ногам. Блестящая роль Михаила Ивановича Новушкина в роли подполковника Рощина Филиппенков. Гениальщина исполняет роль штабс-капетана Дипло. Вот эта гражданская война, не перестаньте. Те герои на гражданской войне не жили одного дня. Романтикам там не было места. Да, ее начинали с одной и с другой стороны вполне себе романтические люди. Они если не верили в собственные идеалы, они если не верили, что жизнь, брошенная на алтаре гены, святая не сыгрома. И тут мы подходим к одному из главных вопросов во всей этой истории. Почему так получилось? Почему у наших с вами дедов прадедов человеческая жизнь была настолько нивелирована? Всему не виной. Великая война, имеется в виду Первой мировой, его просто своими именниками называли великой. А иногда даже второй личной. Второй, потому что первой была еще архон заказов. И тут мы с вами если начнем внимательно изучать историю предшествующую гражданской войне, с удилением для себя придем к очень простому выводу. Движущей силой любого общества является интеллигенцией, пассиональной кластой. я сейчас говорю без иронии и мне всякое сравнение с огромным уважением. Интеллигенции это движущие силы любого общества. Что делать русские интеллигенции? Вот так если глубоко копнуть. Ну помимо того, чтобы быть всю жизнь всем недовольным и гордиться своим франдерством. тут мы с вами пойдем к ужасному для себя выводу русской интеллигенции замечательно умело делать только одно. Она научилась умирать за идею. И нужно удивляться тому, что с этим знанием от первых народовольств в 1905 году через самые дети через позор русско-японской войны через церковь и террор через столыбинские порядки русская интеллигенция подошла к Первой мировой войне, где блестяще продемонстрировала вот это умение. Вот что умирать с высоко поднятой головой русская армия умела как никакая другая. И к 1917 году наша интеллигенция подходит ровно с этим. Наша интеллигенция для себя ответила на принципиально важный вопрос, поставленный классиком. Вот она кто? Тварь дрожащей правой будущей. Она, конечно, правой будущей. Это лучший представитель русской интеллигенции стал гердинскими кавалерами в Первую мировую войну, уйдя на фронт, по сути, делал добровольцами от 14 до 16 лет. Цвет русской гвардии будет выглашен в первый год, в той самой Первой мировой войне. И место гвардейских офицеров, место кадровых военных займут разначиваются. Умеющие по сути делают только одно, они умеют умирать за свою идею. Они это с блеском продемонстрировали и в эпоху Первой мировой войны, и в эпоху гражданской войны. И вот здесь заключается самое страшное. В ту эпоху появилось определение. Он звучит как духовный садизм. Поднимите руки, друзья, кто знает, что это такое? Вот понятно. Суть духовного садизма сводилась в невероятно простую форму. Кстати, это определение давно все и я. Боже, меня упаси. знаменитый русский советский пашкинист Раевский. Я думаю, что подавляющее большинство русских интеллигентов в книге Раевского есть дома. Мало кто знает о том, что это белогвардеец, каких счастлив берегов. В центре ростовской дивизии были полиции, миграции в Болгарии. В общем, там полный букет. Так вот, Раевский имел прекрасную форму. Сухом остатке Иисуса сводился к очень простому тезису. Когда ты льешь кровь, уже неважно чьи, свою или чужую. Представьте себе поколение людей, которые выросли в такой концерте. для которых это естественный, абсолютно понятный процесс жизнедеятельности. Такой же простой рактор замечаний. рактор если бы рактор шла только по пробелу офицерства контуженные на всех возможных фронтах от Первой мировой до гражданства, мы с вами могли бы конечно сказать, что так и было как-то. В одной армии оказались такие. Если мы с вами посмотрим внимательно, что происходило в противоположном лагере мы видим примерно то же самое. Самая пронзительная книга про чрезвычайные комиссии написана вовсе не мигуном. Это миф. Нет, конечно, «Красную дорогу России» всегда в пиаре. И, наверное, это единственная книга, которую прочитала вся редакция «Эхомаску» в полном составе. Можно даже спротоколировала ее. Но самую пронзительную книгу написал небезызвестный Зарубин. Называется «Эхомаску» Интересующиеся начнете читать. Она много раз создалась в современной России. Она есть в интернете. То вы можете вас упасть и читать это или слово. И читайте аккуратно по нескольку страничек. Прочитая несколько страниц закройте книгу. Просто вот подумайте над тем, что пишет у человека. И вы поймете, что вот этот духовный садизм это основа того самого общества. Вернемся еще раз к началу. Что мы с вами воспитали? с одной стороны строительство нового политического строя и отсутствие мятных политических программ удовольствия. Это же правда. Ну что такой мозг да здравствует единая великая неделимая Россия. Но это все равно, что я бы сказал да здравствует блондинки. Под этим мозгом нет ничего. тем более что при так белых армии не было даже того, что понимали, что такое великое неделимое Россия в данный момент это включает Финляндию и Польшу или нет? А при Балтии кто? А русский Туркестан? Ну как? Оцениваем как единая великая неделимая Россия? А республики Кавказы они куда относятся? К чему нет? К единой великой неделимой России? Или потом как-нибудь разберем сейчас вас сил будут? Что это такое единая великая неделимая Россия в тот момент и кто это? С одной стороны многим прославленные командующие русские чистые с другой стороны ну это же не политики великое заблуждение эпохи гражданской войны состояло в том что побеждает сила будто белые вы победили вы красные извините вплоть до наступления на Крым ничего не могли противопоставить мечу русского сопротивления трехцветным дивизиям армянский маркерский дроздовский да даже разбивая их наступление контр вернее наступление московской территории гражданской войне побеждает те больше того гражданской войне побеждает реальная политика кто триумфатор гражданской войны гражданской их двое их очень легко запомните ларина ее учреждение автор принципиально новой страны ее идеолог величайший теоретик и практик гражданской это то есть человек который создает красную по всем правилам создания это вся мандария трудского потом вычеркнуть из этой истории не нужен ну как вычеркнуть а что есть в противопоставлении это у Деникина нет у Кулчака нет ну про Миллера даже говорить в общем страшно где Миллер где Идея столь удивляться тому что люди зараженные одной идеи готовы были на все у других идеи фигмента существует очень много воспоминаний участников белого движения и суть их сводится к очень простому кризису они в такой момент сами не перестали понимать за что они собственно валют вот за что за что были красные поняты за интернационал со всемирной советской сущностной сборной а мы зашли что очень легко придумать себе красивый мир что у белых была идея какая в чем она идея столь на уровне генералом Кутеповым наши войска возьмут Москву а потом мы возьмем под козырек перед государем императором гражданской войне с такой идеей можно сделать только одно можно проиграть ну да с высоко понятой головой именно так все произойдет слова кормиров русская армия покажет как она умеет умирать они в общем были пророческие и вот так и получилось то есть одни готовы были умереть а вторые были готовы победить ключевой вопрос а кто победил гражданской войны ну казалось бы да чем заканчивается гражданской войны любой человек даже знающий столь на два скажет победы красна а я позволю задать себе один очень простой вопрос скажите а как Ленин и Тронский обозначали главную цель гражданской войны вот кто знает указан да очень простой вопрос цель любой войны она какая гражданская война отличалась первой мировой тем что враждующий столь макер задействия с вами государства он надоел воевать все объявили перемирия или мир подписали как версальский и уши в гражданство они так быть не могли гражданская война это война нам уничтожили зададим себе простой вопрос ноябрь ноябрь года белая выходит красная армия заканчивая победоносную войну в крыму победила красная ноябрь 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 и вот это большое заблуждение Троцкий обозначил цель гражданской войны не как победу в одной отдельно взятой кампании, а как уничтожение русской контрреволюции. Была контрреволюция уничтожена? Нет. Она еще потом 20 лет трепала нервы советской власти. Ну, с разного рода, конечно, успешность. Контрреволюция ушла на перегруппировку силы. С этой точки зрения нельзя сказать о том, что была достигнута стратегическая победа. С точки зрения истории, была достигнута, конечно. Та самая Красная Армия, рожденная товарищем Троцким, прошедшая эпоху гражданской войны, потом политические репрессии, тяжелейшее поражение, 41-й год, закончила войну в 45-м году в Берлине, совершив невозможный мир, как минимум три же. Это та самая армия. Идеология страны Советов распространялась по миру с невиданной скоростью. Больше того, это самая популярная идеология на тот момент. Значит, победили. А что происходит тогда в 91-м году? Ну, вот что у нас с вами сегодня? То ведь ради чего сражалось Красная Армия, вот так, если совсем упростить схему, но не существует в принципе. Символов победы не было. Они заняли свое достойное место в музее, а государство флагмус снова становится бело-синий-красным. Флагмус контрреволюции. Мировая Республика Советов тоже не состоялась. Наше сегодняшнее общество в душе Январе можно назвать ведущим классовым борьбом. Нет, ну, конечно, придумать себе можно что угодно. Я наблюдаю регулярно, так, в балтинистах, ведущих на искушенном сообществе. А мы с вами говорим про реальные вещи. Так что получается? Что история сделала дополнительный круг? Что те, кто выиграл на полях сражений, проиграл в области идеологии? Так тоже не получается. Проиграли-то кому? Или кто проиграл? Участники войны нет? Нет, ну, конечно, там отдельные единицы дожили там до 95-го года. С одной и с другой стороны. Надо понимать, что они уже не были судебными политиками. То есть в сухом остатке получается, что внуки доиграли сахарки гражданской войны, сами того не желая в 91-м году. То есть вот те знаменитые эмигантские строки и потомки красных комиссаров, то у дальнейших крему арабелых, они что, вот, были реализованы? Должены, потому что кто-то там 95-го года был бы не придут. Так что уже произошло? Ну, помимо того, что произошла гражданская война, была взаимная ненависть, погибли миллионы человек, поменялся строя в стране. Дальнейшие существенные изменения не только в самой отдельно взятой теперь уже Российской Федерации, а вообще на всем этом пространстве, которое мы с вами называем русским миром. Что мы с вами должны осмыслять? То ли гражданской войны, то ли выводы из них не идут. А можно мы с вами сделать выводы, если мы долго ничего не знаем? События гражданской войны. Вот у нас адмирал-колчатка кто? Ну ладно, это сложный вопрос. Давайте попроще начнем. У нас первоагонная армия, это кто? Ну вот это кто? Это герои, беззаветно преданные русской революции. Все как один исключительно положительные персонажи. Или это в том числе и люди, совершившие десятки военных преступлений, которые зафиксированы в скупых отсчетах особых отделов армии. Тут как на этот вопрос отвечать? Вот если убрать часы диалога. Вот то, как мы с вами изучаем, например, ну я не знаю, ну там 60-е годы. Да, мы с вами изучаем просто сторонним наблюдателям. Мы смотрим события, мы пытаемся сделать какие-то для себя выводы. в данном случае, из гражданской войны. Ну какие вы могли себя делать? Да, были подлинные. Было основное пожертвование, было геройство. Это все было, это правда. С одной из другого, и с третьей страны. Из страны даже те, кто там в подполе трус, другую полевал. Это вообще от дерева идти. Конечно, было геройство, а на другой чаше лесу были преступления против своих жертв. Причем, у нас обожаются информационные фамилизации. Значит, я рос в эпоху, когда лучше адмиралового чекания было, в принципе, никому, если не считать, Адольфа Олозовича. В 90-е годы я узнал, потому что святей этого человека, если тут и буду, только Александр Огинский в нашу студию. И то под большим вопросом, потому что он должен был быть занят. Скажите, а те десятки, сотни и тысячи людей, которые умертвели под властью адмиралового чекания, которых же елышей дали, которых закапывали в зену, и вставляли об этом мочу, например, штабы отпуска фраулов из гады, капельского отпуска, все это не совпало всех. Вот они жертвы родичьего и воинничьего. А те тысячи офицеров, которые просто поставили к стенке, потому что у тебя золотые погоны, вот чтобы ты кровь их соберешь, пока племамы, и, зарыдав Богородицу в ногах, увидишь, как зияла эта яма, сынами вырытая в проклятых песках. Вот это ради чему все? Ради идеи. Куда же ты делилась? И в чем она была? Служение Родине? Так у одних, у других она была одна. Интересно, что убивали-то и вовсе не те, кто имел заботы или, наоборот, хотел их получать. Убивали, как правило, те, у кого ничьего тайга не было. Русский офицер в той эпохе мечтал себе об уйти походную кровать. Просто есть кто-то не знает, потому что там поручиков Голицына, коронавтов Лаваренских не было. Тогда говорили о дальнейшем процветании народа. Да? Народ потом рассветет. А человеческие жизни? Очень легко понять, что происходило тогда, если учить телевизор. Посмотрите, что происходит на Донбассе. Донбасс вот тогда, сто лет назад, стал одним из главных театров военных действий. Тяжелейший бой в Донецком, в Донбассе. Ну, примерно так вот они сейчас и боятся. одни с другими. Ну, посмотрите, в одних есть линии, в других есть линии. 230 детей. Убиты за 4 года. Том украинских войск. Вот это цена войны. Цена нашей гражданской войны еще, наверное, когда-то будет описана. Цена нашей гражданской войны и в том, что мы с вами. Потому что мы никак не можем отдать себя еще так толку. Вот мы кто? Мы потомки красных. Прямые гречи в покрове. Или мы идеи на потомки белых. За что мы радуем? Мы живем в поразительную эпоху. Вообще, это, конечно, наверное, надо быть врачом-психиатром, чтобы это описывать. Причем, как минимум, доктором наук. Потому что только в нашей стране спустя сто лет после событий гражданской войны можно быть одновременно воцерковленным и требовать продолжения классовой борьбы. И у человека вообще ничего в этом не измущает. У него это настолько же естественно, как чай и бутерброд сыр и бутерброд. Потому что одна идея резко противоречит другой, это ему не волнует никак. Это спустя сто лет. Это страшно. Страшно, потому что, давайте честно скажем, события гражданской войны – это невыученные нами с вами урокы столь. Этот урок нам очень тяжело удался. Но для этого уроку урок Советский Союз. Потому что, пользуясь одной отдельно взятой идеологией, мы в ее рамках не понимали, по какому принципу был создан Советский Союз, с какими проблемами сталкивалась, как бы мы сейчас сказали, федеральная власть. Откуда берутся те самые центробежные тенденции конца 80-х годов? Нам этот невыученный урок дал страху на государство. Второй раз за один век. Нам этот невыученный урок не давали столу нечлажения России как таковой в самом конце 90-х годов. Нам этот невыученный урок не позволил понять вовремя и принять соответствующие меры, когда началась русофобия на постсоветском пространстве. Нам этот невыученный урок столь к Украине, где, я подозревал, у каждого из нас есть срок света. Идея двигала гражданской войной. Никакую идею в принципе нельзя уничтожить. Она будет жить всегда. Идея ведь это не исписанная 10 страничек мелким шрифтом с завитушками, с ядерами. Идея это то, что зажжет сердца. Иногда под идеей может быть одно предложение. Великое, которое будет двигать людей. Так вот идею нельзя уничтожить. Ее можно только заменить другой идеей. Она же с вами идея очень простая. Она сформирована еще великим историком, нечестная. И звучит невероятно просто. Те, кто не знает своего прошлого, никогда не будет иметь своего будущего. Вот это главное, что нужно усвоить и запомнить, осмыслять гражданскую войну. До тех пор, пока мы с вами не будем знать, что это было, что двигали людьми, что заставляло их сердца биться быстрее, что давало им ту самую запредельную жестокость. мы не будем знать свое прошлое, а значит, мы не будем иметь свое будущее. Великий деятель Советского Государства Владимир Ильич Ленин очень верно заметил, что надо учиться, учиться, еще раз учиться. с этим не поспоришь. Учиться действительно надо. И действительно от избытка знаний никто никогда не страдал. Люди всегда страдают от их недостатков. Глубинная проблема наша стоит в том, что в современном городе Пушкина мы не сильно далеко продвинувались. Мы все так же зачастую любимы. И мало чем интересуемся. Мы любим, да, любим самым геном. Давайте согласимся, что сто лет гражданской войны это хорошая дата для того, чтобы поинтересоваться. Ну и ладно. И последнее. Что мне хотелось бы сказать. Если вы сами не поинтересуетесь, Луна не упадет в Измаиле. Соединенные Штаты не развалятся. И Ленин тоже не ожидает. Если вы сами не будете интересоваться всеми этими событиями, за вас это сделают другие. Они напишут вам новую сказку на новую год. Если не изменяет память, что в этом счет платят за проданные души человека. За двадцатый век мы с вами получили великое множество. Мы дважды уничтожали собственную страну. Причем спросили, есть ли участников событий. Ради чего? Ради чего было крушение в силу? Ну и жаль это был единственный, возможный, допустимый вариант. Да вам никто не ответил. А вы так и задумывались. А не задумывались, потому что мы все всегда делаем животным мастер-менением. А надо стать какой-то эстетическим радостным. У нас вот это вот разогисть рука, разогисть лучо, это вот как-то традиция. А много мы не происходим, потому что мы с вами не задумываемся. Мы с вами привыкли к тому, что вражьи гости нам, как с ним под кругом. Вот случаи с гражданством, я не хотел, конечно, никого, как человек нужен в вас. Но это не гости. Это наши с вами родные погосты. Но может быть, довольны втаптывать их бездумно в землю? И красных, и белых, и зелёных. Монахистов, республиканцев, серых и коммунистов. Они все уже давно там. Суд Божий, мой сын. Вердикт, наверное, гораздо более страшный, чем мог подавать суд земной. И в момент столетия этих трагических, страшных, но поучительных, к сожалению, пока не реализованных на практике, событий, я считаю, что нужно сделать только одно. Вспомнить слова знаменитого русского поэта Ивана Савина. «Всех, кто беретных, помяни Россия, икда приедешь в отцарствие Твое». Потому что все эти люди – это наши с вами предки. отрекаться от предков – это означает стать Иваном Мирославной Помощи. «Если мы с вами станем в Иваном Мирославной Помощи, но с вами просто не будет Россия. Россия всегда жила традицией народа. нам, может, в Эстонии что-то нравится, а что-то, может, не нравится. Нас что-то может вдохновлять, а что-то может глубоко бежать. Но это единая и неделимая история страны, которая была Российской империей, была Советским Союзом, а сегодня это Российская Федерация. И вот осмысляя столетние давности события, давайте помним то, что другой Родины у нас с вами нет и никогда не будет. Наплевательское отношение к прошлому всегда нам будет орубиваться в грядущем. А величие страны заключается не в том, чтобы громко в горлане плово было, или раз в году торжественно кому-то чего-то еще. Величие страны состоит из людей. Люди составляют то самое государство. Люди составляют тот самый социум. В основу русской философии как раз вот это очень четкое представление, как из одного отдельно взятого «я» формируется отдельно взятое «мы». И лучшим исключенным уроком для нас, вот для того самого большого «мы» будет знание о том, что было тогда. И лучшим уроком для нас с вами будет то, чтобы вот те события больше никогда не повторялись. Чтобы русские больше никогда не убивали русских под аплодисменты наблюдателей из цивилизованной Европы. чтобы русские никогда больше не были превращены в напорс для бескрайних болей в Европе. Вот это, пожалуй, главное, что нам всем стоит запомнить. Спасибо. Если у кого-то есть вопросы, я готов буду подмечать. АПЛОДИСМЕНТЫ А это без микрофона. Скажите, пожалуйста, вот, а, я так понимаю, вот мифологизация гражданской войны. Вот, и, смотри, еще с детства воспитывали, вот, опять же, сказка о мальчишнике Бальчиши, вот, а, значит, произведение рыбакова, вот, то, что вот кортика, прочее, вот, а… Он называет «кинсы и выстрел». Да, 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 да. Это что, элемент пропаганды, либо же, вот… Спасибо. Ну, конечно, это элемент пропаганды. Любое государство строится на пропаганде. Ну, почему вы думаете, что красный проект на Кабайке без пропаганды, без своих собственных профессоров, которые будут воспевать отдельно взятые идеологи, которые будут воспевать отдельно взятые архитики, благодаря которому будут расти следующие поколения? Красный проект изначально базировался на религиозном чувстве. Оно по-другому называлось. То есть, вы посмотрите всю эту историю, как большого красного проекта. С удивлением, а потому что, например, заповеди строителей полемизма, это есть скол с, понятно, счетом. Дистословие Моисея, квазирелигия. Но это не была квазирелигия. Первые большие дни очень точно для себя понимали, что увлечь за собой массу, это задача важная. Но она не единичная. Важно, чтобы массы верили. И чтобы массу эту веру потом сохраняли, умножали и передавали дальше. Вот для этого как раз нужны те люди, которые будут обладать очень хорошим языком, которые бы все опишут. Это, кстати, характерный ток для больших офисов. Вы думаете, что русская иммиграция этого не была? Вы сильно заблуждаетесь. Там еще с опережением графика это сделали. Больше того, на каждого красного оку городовикова нашелся белый генерал Павлов. И здесь он один-один это точно совершенно. Потому что и те, и другие создали были экипажи. Они очень красиво описали гражданскую войну в духе Майдрида со всеми утекающими последствиями. Только к тому, что реально происходило на фронтах войны, это имели очень слабое отношение. То есть даже Пашкины колокола тоже миф. Вот любым мифом есть свои основания. Другой вопрос, как эти основания инкорпорированы в этот миф, какую роль в этом будут играть? Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Вопрос у меня такой. Думаю, без микрофона слышно. У меня есть микрофон. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. Скажите, вы действительно считаете, что события такие революционные можно осмыслить спустя сто лет? То есть то, что можно возможно осмыслить людям, которые живут спустя сто лет после тех событий, где-то революции, тех, наверное, сказать правильно, тех взаимоотношениях между людьми, классовой борьбы, которые происходили тогда, если они не испытали это на себе сейчас. Я поясню сейчас, что я сам из Донецка, и интересовался этими событиями глубоко и подробнее стало уже после начала событий. И хочу сказать, наверное, как я, так и все мои знакомые, которые не верили, не понимали, что это может произойти такое. И такая ненависть, и такие столкновения, и такая рознь между людьми, я не говорю даже между, ну там скажем, этнически разными там западами и восточными украинцами, а даже внутри, допустим, Донецкой или там про Льва Брежнева, например, скажем. Я сейчас, может быть, это обязанность каких-то чиновников, государственных деятелей, да, понимать процессы, происходящие в обществе, в стране, да, и это есть их ответственность. Но могут ли люди, это обычно неправильно, наверное, то есть люди просто, граждане какой-то страны, государства, осознать это, и как они должны вести себя, чтобы избирать этого. Вот так же. Спасибо. Сергей, ваш замечательный землят, Владимир Камилов, задолго до всех тех событий написал книгу. Книга оказалась очень пророчественной. Я имею в виду «Дальницкая филороцкая республика. Расклебный ночной». Подавляющее большинство людей, которые читали его после выхода, пусть только как отдельные главы стали появляться в интернете, в истории Марии, как историческая литература. Абсолютно не пропускает через себя, потому что, ну, сто лет прошло. Там были одни события, одни люди, а мы и другие. И там люди мечтали о хромовых сапогах, как символе достатка, а тут мечтают об автомобиле, я не знаю, форте, об айфоне в кредит. И все это казалось где-то очень далеко, где-то вот там, не с нами, нет. А потом случились события русской весны. И когда мы людям говорили, послушайте, друзья, ну, ладно, я вот тут как толдычу, как китерев, вот так вот одно и то же. А этот, вот тут сидит свидетель, да, тот, слушай, там, десяти летний моих программных эфир, он вам может подтвердить, что я там с 2008 года на дно тоже говорю, да. Ребята, пожалуйста, почитайте историю. Ребята, пожалуйста, подумайте над тем, что происходило. Ну, вдруг вам когда-либо? Ну, не дай бог, конечно, я годился. Ну вот, случается 2014 год. Значит, те, кто читал книгу в Донецкой Ивановской Республике, не сговариваясь в разных эфирах, параллельно друг от друга, начинают дописывать то, что сейчас будет. Как будет формироваться часть, ну, теперь не Гайдаматов, теперь там новая аббревиатура, да, появилась Добрбат. Что будет происходить на Донбассе, в каких точках? Ну, а каким образом люди в 2014 году, в мае, описали точку Горловку, Дебальцеву, описали появление будущих легенд в Донецке? Они просто знали, что это будет именно так. Потому что они, врачи, сделали себя правильным. Проблема вся была в том, что это были единицы. Если бы, условно бы, да, святомые власти не запрещали книгу Горду, а наоборот, ее подштудировали, многое можно было бы сбежать. Вот правда. Если бы святомые власти вот почитали, что кто такой Крым, не в исполнении этих олиглофренов, да, которых там никто не знает, а в исполнении людей, которые там были. Неважно, с какой стороны сбил или страст, они примерно одинаковые. Вспоминания они об одном и том же. Многое можно было бы сбежать. Это вот как раз вопрос, да, осуществляя события. Вот вы говорите, можем ли мы понять? Можем. Это у вас пример. Нам главное же не только понять, что было тогда. Нам важно понять, что не будет дальше. В наших форме у всех они они нет. Они вот там. Это тот самый ризик. Если угодно. Я много раз об этом говорил. И это, кстати, вот Доннасс, это вот просто идеальная иллюстрация. Вот Ларину дольше слабил, вот сразу понял, когда я говорю, я только-только первый раз об этом сказал, и сразу про то, что я говорю. У любой страны, у любого народа есть свой собственный архетип. Мы сейчас не разбираем его, да, на там, под типы, похожие, там, просто зафиксировать, да, что он есть. Вы можете его на протяжении, там, многих лет, десятых, убирать на садий план. Не обращать вообще одну, чтобы никакого-либо. Беда состоит для вас в данном случае в том, что в нужный момент от архетики все будет сам. Вне зависимости от ваших желаний, вне зависимости от ваших стрелков. Вот в нужный момент вдруг ему сказали, послушайте, не все, хорошо, большое спасибо, но пойдем. Ну правда. Донбасс. Донбасс. Который запределенным образом реализирован. Это то, что описано еще в такой научно-популярной литературе, это еще мелочи. Это еще одно из вещах так сказали, в общем, из-за половинок. Если же вам сказать, что это было на самом деле, я думаю, что строгий полстрадок. Что такое насильственная украинизация? Ну, кстати, это то же самое, что такое насильственная грузинизация. Почему вот Абхазия и Нижняя Осетия тут сами? Слушайте, ну мы, нет, нет, мы не пойдем. Мы с вами вот ничего так не будем. Вот, ну я не знаю просто, насколько это там в Донецке было известно, да, история там в 90-е годы, но там мое поколение, почему они там делят трусы? Ну, казалось, что тут выгрузили. Что ты думаешь, ну, продумаешь, ну, бились. Оказывается, это все разное. И тут то же самое получилось. Вроде как, ну, все мы довольны. Что такое шахтер Донецк от украинских? Он начинает что-то взбираться вскоре. Ага, тут вроде как до Горловки только. Это вот все было в Северико и Морисе Донской, непонятным образом там оказавшимся, да, в Северико и Украине. Тут тоже часть Екатеринославской губернии, которая с этим тоже не имеет ничего. Понимаете? Вы начинаете разбирать эту историю. И вы начинаете понимать, почему это так. Вот с каждым отдельно взятым эпизодом мы звучим вами самостоятельно. Через Лена Стану, через Немогу, через Негочу. Вы для себя открываете все больше и больше кетвичков вот в этой очень сложной картине. Это ведь не то ли, что такое гражданская память. Это даже не про эту же историю, да? Это история про то, что вышло из гражданской памяти. Почему странная работа так была сформирована? Почему в девяносто первом году все это рассыпалось в правку шинчку пальцев? Почему в конце концов в 2014 году на юго-востоке Украины вы сказали, нет, ребятки, а мы русские. Вы нас сто лет украинизировали, а мы все равно будем русские. Мы не хотим с вами... Вот с этим мы не будем иметь ничего, что мы сто лет назад не имели. Вот отходы для этого. А вот этот вот самый урок гражданской войны. У нас отхождение по урокам шло и не программа. Было, да, Алексей Толсткий? Ну, фильм, по крайней мере, наверное, все смотрели. Что в первую реализацию, что в данную сумму. Ну, вы видите. А важный вопрос. Вот там показан, да, там, фернистый путь добровольствия. О чем добровольствия сломалась, я стесняюсь спросить. Вернее, где? Вот где наибольшая потеря добровольствия, которые описаны вот целыми книгами просто? Опа! Это один спухольный бассейн. А с кем вывал там добровольствия? С красными? Нет. С гейдоматами? Точно. С кем она вывал? Опа! С ополчением. С шахтерами. С мощными локами. С пролетарием. С простым народом. С простым народом там у вас. А где она вывал? Опа! Мы с вами видим опять те же самые точки. Если бы нам с вами об этом бы рассказывали в школе, наверное бы и в Киеве Владимир подумал, да, что она говорит? Это же гиблое место. Слушайте, там кадровая русская армия полегла. Там потери такие неописуемые были. Это же несколько месяцев шло. Это же дом Павлова отдыхает от Сталинграда. То, что там творилось. Выжившие описали очень хорошо. Там за каждый метр дрались. Наверное, подумали бы, да, может быть, не надо. Вот тут только не там. Вот это не то место, где нужно. Вы их изучали. Вот он, пожалуйста, и выучил урок истории, который я сейчас буду рассказывать. Включая на ваш вопрос, можем ли мы понять. Ну, если мы с вами хотим двигаться дальше, тогда мы можем. А если нас с вами все устраивает в том, что мы будем с вами отплясывать вокруг лежащей батареи грабель, думая, вот на этом мы наступили, а на этом мы перепрыгнули, ой, не перепрыгнули, ой, куда это? Тогда, конечно, у нас же в принципе ничего не звучало. Потому что история-то эта, она же нам будет продолжаться. Потому что после Донецкого угольного бассейна еще что-то было, в том, а там красная армия взялись. То есть ничего, да? В какой-то Затонский с ним, да? То есть сидел здесь и в Харькове. Потом огоньки и армия какая-то есть. А герои, битвы под Крунтами, от кого там убежали? Где были эти битвы под Крунтами? Под Крунтами. А Крунтами? Крунт, да, железнодорожная станция. Вот как раз там, на юг восток Украины. Они там от кого-то бежали. А что мы с вами об этом знаем? Да ничего, у вас этого нет. Ничего не у вас, не у нас. Не у моей мамы этого нет. Вообще у нас история вот этой вот советской Украины, она так описана. Триумфальное шествие советской власти. Прекрасно. А там подробности есть какие-то. Там описано, конечно, формирование этих райколов в подполье. И, по-моему, непосредственно там директивы. Самым основным следом. А как она вообще установилась? Кто все эти люди? Вот что мы знали о таких событиях? Ну, кроме, там, Дмитут Бинут, да? Которые показали на руки. Ну, и некоторые фильмы нам еще показали, что такое в Одессе было. А вот юго-восток Антония показал. В ночь сказали фильмы там про Хариков. Был в Рашковград. Про Юзовку в конце концов. Это про Шуаса. Ну, Шуаса не совсем там. Это подальше. Туда, в сторону Киева как раз. Ну, да. Если бы Украина. Ну, а же не было этого ничего. А мы знаем. Вот мы с вами и стали какому-то, к сожалению, все вместе. И вы, я в данном случае делю это по надгосударственному или наднациональному признаку. Да, я в данном случае готов поделить условно там по географическому, географической субъектности, да, условно. Вот у нас что об этом не знал? Старый Юг России. Условно, Северское войско Донское плюс Заюзовку за Старин. Вот об этом тоже так же мы знали в Москве. В Киеве не знали. А там вышел же этот делительный человек Филатов, да. Мэр Екатеринослава Русского, да. Нынешнего недоразумения минувого нет. Он сказал, что если бы мы, конечно, прочитали бы книгу Корнилова, мы бы, наверное, подумали бы. Видите, как? Задний обувь. И вообще мы говорим. Наши с вами исторические ошибки. Тонкие ошибки наши с вами. Наши с вами образования. Они, к сожалению, будут очень больно бить нас позаду. То есть, получается, что наша осведомленность все равно зависит от регулирования государства. То есть, это правильная пропаганда, да? Наша с вами осведомленность регулируется вовсе государством. Она регулируется нашим с вами желанием. Знать свое прошло. Только для себя. Государство вам в этом вовсе мешает. Но, поверьте мне. Во времена Советского Союза, Девикин, Санкт-Петербурга, в комиссии сдавались. Аж было с конца 20-х годов. Желающие могли бы читать. И Евгенич издавался поход на Петроград. И много-много другое. Читать не хотели. Ну, если бы читали, мы, наверное, какие-то делали. Двух словах. Мы ленивые и нелюбопытные. Ну, это не я сказал, Калислав Сергеевич. Я могу за ним только повторить. И это, кстати, очень легко доказывалось на любом примере. На Алипу абсолютно. Не обязательно сейчас разбирать такую склонную гражданскую войну или военную. Может, затронуть Великую Отечественную войну. И я в десяти секунд докажу, что это так есть. И вы сами за периодом вот такого жмурность даже дали. К сожалению, так. Но в вечном мире нет ничего. Все-все-все абсолютно в нашем роду и желании. Если у человека есть желание самообразоваться в сложных исторических вопросах, то ему никто не помешает. Сейчас, слава Богу, есть музей. Вот замечательный музей современной истории России. Сейчас написано десятки книг. Подавляющее большинство людей, которые этим занимаются, они всем едины. У них есть там аккаунты в социальных сетях. Они могут ответить на вопрос. 25 лет назад такого не было. Я помню, что было в музее 25 лет назад. Даже не просите меня об этом рассказывать. Мы будем рада, что здесь всем могут ответить на музей. Суд Патриевич, хочу такой вопрос задать. Даже, вернее, два вопроса. Значит, первый вопрос будет такой. Как известно, в ходе политики коллективизации и хлебозаготовок возникли определенные трудности. И власть вынуждена была формировать особые отделы для деревни. В инструкции, которые давались особым отделом, было указано, что они должны искать вредителей из числа бывших бюлгвардейцев, бюлгвардейцев и прочих нехороших граждан. Вот те люди, которых признавали бюлгвардейцами, бюлгвардейцами, которых привлекали к бюлгвардейству. Вообще, с вашей точки зрения, насколько они вылетели из политических именно соображений. Это у меня будет вопрос номер один. И вопрос у меня номер два. Он будет посвящен не так давно публикованному допросу одного из наших комиссаров. Этот допрос опубликовал, ну, собственно, перевел вам наш историк Анатолий Дворогов. В Вязевском котле один из наших комиссаров перешел к немцам. Ну да, похоже, перешел к немцам. Те его уговорили, значит, еще кого-то уговорили сдаться. Он вернулся обратно в котел, уговорил два наших батальона. Причем уговаривал там и командиров. Эти батальоны вошли и сдались. Ну, понятно, что стало с венопринными, которые потом сгинули в немецкий консоль ГР. А сам вот этот вот человек, комиссар, вполне себе успешно прожил войну. И даже в 85-м году получил орден Отечественной войны. Вот с вашей точки зрения, как это воспринимается? Это банальное предательство или, как сказал Кирилл Михайлович Александров, социальный протест? Так, по пункту. Начнем с первого. С бродотряда, части особого назначения, членовцы при особых отделах Российской чрезвычайной комиссии. Ну, попасть, в общем, в белогвардейцы, в буржуи, в поповской отроке, это много вообще не требовало. Надо вопрос, чем-то не понравится. Ну, это в реалии гражданской войны. Хорошо, что пролетарский контингент тоже вмещал себя, кого только можно. И рубали шашечками всех от души. Никто там не разбирался. Цель оправдывает средства. Знаменитый эсеровский лозунг. Что такое гражданская война? Это высшая степень. Никто там с кем будет разбираться. Вот потом, да. Потом. Что есть социализм? В социализме есть строгий учет и контроль. Вот там, да, там с 23-го года всех высчитали, составили подробные биографии, особые отделы, все это контролировали. Это жизненно. Там они прямо. Белогвардейские офицеры под контролем органов ВЧК на юге России. И вот там, где, пожалуйста, полное описание. Это, да, контролировали? А вот в условиях гражданской войны никто этим не занимался. Заниматься бы не стало. Война. В нем здесь хорошая поговорка, я смотрю, была война. Это, кстати, к вопросу. О, погибших. За что людей убивали? Ну, потому что не понравилось. Вот на тебе биджачок такой. Или ты в церковь пошел. И все этого достаточно. Нет, это не обязательно. Не надо, вот, Бога Рад, думаешь, что они красные такие, вот, кровожадные. А там вот. Извините, а там, где был генерал Покровский, там что творилось? Вид повешенного украшает пейзаж перед завтраком. Обязательно кто-то повесил. Завтрак не мог пейзаж. То есть у него не с вареньем было. Если кто-то не висел перед его облицом. Это что угодно? Ради чего? Ну, вспомните, мы никаких людей не считаем. Они у нас где-то там. Мы относимся к этому, как жертвам англо-русской войны. Ну, трагично, что люди погибли. Ты говоришь, алло. Это не в Конго. Не в лесах Радуги. А это здесь. Наш с вами вред. И тут же меня и стараюсь. Ну да, конечно, вообще. Ну, идея ведь была. Идея была. Идея была. Люди шкумертвели и... Дальше чего? А потом что? Пройдут годы. И опять снова здоровы. Опять враги кругу. Эти транскисты. Это право-левый угон. Это просто углонисты. Это анархо-синдикалисты. И эти опять по-новому пошли. Да это что ж за идея такая? Раз в 20 лет народ в толпочку. А шалубинация не так была. Ну там просто не стреляли. Ну там если почитать все эти издания. Эти не настоящие казаки. Те не настоящие русские. Эти не определяете земли под Херсоном. Те не определяете земли под Петроградом. Ну там была бы возможность с нами стрелять по другому. Вот это вот. Очерстрение. И призрение. Человеческой жизни. Вот это гражданаскрывание. Что касается второго вопроса. Про социальный протест. Ну конечно того самого комиссара шлепнуть надо было в 85-м году. Во всем шлепнули. Ничего страшного. У нас тогда не было этих европейских ценностей. Мы прекрасно все учились. Шлепнуть. Измену от Родины. По таким делам приговора. Расстрел. По таким делам срока данности нет. Я очень жалею о том, что эта тварь Катрюк шла на сумму божью раньше, чем получила заслуживую берегу. Это же относится к еще одному деятелю социального протеста. К Рудичу. Это относится к многим другим. С библейских времен предатели не забыли. Поэтому не орден надо будет давать. А Шилы будет. Со всей натекающей красоты. Под барабан. Вот так он у Валенски-Колстого написал. И безымянные могилы неизвестно. А вот таких не бывает могилы. Там прав в России. Приматория. Весь земля принят. Приматория у нас с переуполнением плана. Донской монастырь. Две могилы не востребованных прав. Там причем все вместе. Мерфольт, блюхи, вижу с ними. И там же генерал Краснов с генералом Красновым. Все вместе. Иберия. Все вместе. Да. Давайте последний вопрос у вас есть. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Вопрос в следующий раз. В начале лекции вы упоминали царство семьи. Вопрос в следующий раз. Как так получилось, что вы в тысячном году канонизировали царь свою семью? И что послужило этому? Хотя, как мне известно, и до этого были случаи казни царей и семей. Вот данный вопрос у вас интересен. И что вы можете сказать об этом? Спасибо. Спасибо. Ну, так если я кратко буду говорить, потому что ваш вопрос потянет еще на одну лекцию. Николай II в образе русской православной церкви за рубежом в сердцах русской эмиграции. Ну, совсем это тезисно. Скажем, что РПЦЗ на протяжении многих лет, осуществлялось свою деятельность по прославлению царской семьи. В том числе в рамках развития русской монархической идеи за границей. Первым ярким проявлением был храм памяти мученика Николая II, созданный в Брюсселе. На деньги русской эмиграции в 1936 году. Собирали всем миром, построили храмы. Там, в том числе, внутри мемориальные таблички членам и участникам белого движения, всем кроме кормиловцев. Да, кормилову не простили. В дальнейшем Синод Русской Православной Церкви за рубежом много раз говорил о том, что надо колонизировать Николая II как мученика. Царь мученик. В Советском Союзе понятно по этой теме, если кто и высказывался, то в рамках слуга определенной государственной идеологии поворот произошел, я считаю, что в 1990 году, когда в Москве стали продавать запрещенную еще официально, но уже ходившую. Вот, кстати, отсюда 150 метров было место, где продавалась литература спутболы. Прямо был памятный катыш. Если к нему лицом стоять, справа ходили люди, которые просто на тебя смотрели. Мало чего, вас что-то интересует. Там есть аргентики на Германии. Вот это стоило, понятное дело, как опора чумного у моста. Но между тем это ходило вполне себе. И в 90-х годах идея о том, что вот государь-император, пал жертвы за ним. То есть вся эмигрантская мифология, самая вздорная, какая существовала, она была впрессу, это вот что. Поскольку советской идеологии нельзя было доверять просто по определению, коммуняки всегда брали так, как уже говорили по телевизору. Трендом стала эмигрантская теория образца 20-х годов. А тут, кстати, берется вся сатанинский заговор, оккультная месса, ритуальные убийства, господи. Все эти сиомские протоколы... Ну, это же далеко по определению. Не те трубы и так далее, и так далее. РПЦСР тогда сказала, что, ребят, ну мы готовы, в общем, на слияние такое, да, к акт экономическому общению. А что нужно же с Владыковым Актом? В 2007 году прошли, Владыковым Актом. Но надо принимать решение о государь-императоре. Тогда произошло захоронение торжества в Петропавловской крепости. В 1998 год. Да. Государственная комиссия все это обследовала. И последовало решение синода РПЦСР, которое потом в дальнейшем было продублировано синодом Русско-Православной Церкви Московской Патриархии. Вот именно они были прославлены в лике святых, как стокостерцы. Документы по этому поводу все распрекрасным образом известны. Дополнительные черные кошки, подводные камни не нужно. Ну и не нужно, конечно, впадать по этому поводу в бешеную проспиралу. Решение, конечно, с одной стороны было отчасти политическим. Диктовавшийся момент. С другой стороны, это было быстро, например, русской эмиграцией. Третий момент. Ну, конечно, прежде чем это делать, вот если бы меня спрашивают, я бы все-таки сказал, что сначала надо было бы опубликовать все документы по этому поводу. Они, поскольку были все хорошо известны уже на тот момент, они просто не были введены в общественный оборот. И потом делать вот эти вот шаги. Просто у нас, знаете, получилось как бы сначала канонизировали, а издали только в 2007 году. Вот этот люфт семилейный между как бы принятием решений и выпуском очень маленьким тиражом сборника и исповедь цареубийца, он, конечно, сказал очень плохую такую шутку, потому что давляющее большинство начинает размышлять о том, о чем он вообще понятия не имеет, на основе там публикации в газете «Спид инфо» или там «Твой тайный советник». Ну, естественно, что это несколько далече от решения там Синоды или от того, что содержится. Так получается, извините, ведь русская празднованная церковь за границей аж в 81-м канонизировала. Так это поздно, они вообще раньше собирались. Но они канонизировали после того, как три раза, извините, анафемскую церковь в Московскую патриархию. Почему? Три раза анафемскую церковь. Сначала первая анафема была за сергиансов. Анафемансов, да. Поэтому это решение, оно там, извините, обсуждалось еще во времена Антония Храповицкого. А это начало 20-х годов. Это вообще еще говорят, опять же, я не знаю, я лично этот документ не видел, но говорят, что он существует. Что обсуждалось впервые в момент существования Высшего Церковного Управления на Юге России. То есть это вообще во время гражданской войны тогда получается. Поэтому это долго. То есть еще до собой избавшего свидетеля Тихона, да? Да. Да. Я же почему говорю, наша история очень сложная. А те нюансы, которые становятся известны пытливым умам, они могут надламливать ту картину мироустройства, которая у нас существует в привычных головах. Но ведь это же не означает, что не нужно что-то изучать. Наоборот, нужно. Зри в поле, как говорил Казьма Хрубков, в общем, отзывы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.